Не видно ни сги. В редакцию телевизионной службы новостей обратились жители микрорайона Громовский. Люди вынуждены блуждать в потемках, так как без какого-либо освещения остался участок, по которому они ежедневно добираются на работу в образовательные учреждения и к остановке общественного транспорта. Свой путь пермики сняли на видео. Автор этого видео — жительница дома по улице Елькина, 49. Ролик она сняла в половине восьмого вечера, поднимаясь по лестнице, ведущей к дому номер 6 на той же улице Елькина. Как рассказывают местные жители, этот путь ежедневно проходят и родители с детсадовцами, и школьники, и пенсионеры. Даже молодым и крепким порой здесь бывает страшно, так как несколько лет назад рядом с этим местом от рук преступника погибла женщина. Она шла на работу ранним утром. Про этой дороги ходят все дома, которые находятся внизу по Елькина. Это 49, 47, 45, 43. Эти все дома, получается, связаны с этой лестницей. Там еще есть одна большая, но там тоже нет освещения. Я хожу как с утра на работу, так и возвращаюсь вечером. То есть где-то часов в шесть, сейчас уже темно достаточно. То есть тут вообще двор полностью не освещается. То есть ближайший фонарь стоит там в дворе нашего дома. Соответственно, тут вообще кромешная тьма, и ты не знаешь, что вылезет из кустов. Люди рассказывают, здесь было освещение. На торце дома номер 6 висел фонарь, но пару лет назад он исчез. При этом рядом с лестницей стоят столбы, на которых можно было бы повесить элементы освещения. Однако они пустуют. Кто хозяин, толком теперь никто не знает. И можно ли сюда фонарь повесить тоже. Сначала в управляющую компанию, пока мы там были. Потом в горсвет. Потом нас отправили в администрацию Свердловского района. В результате все застоплилось. К депутату обращались. Ответов ниоткуда нет пока. Как сообщили нам в мэрии, участок, на котором отсутствует освещение, придомовая территория Елькина 6, которая является его собственностью. Поэтому и заниматься установкой фонарей здесь должны собственники. Но есть шансы и добиться помощи от администрации. В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса «Поддержание имущества в исправном состоянии», выполнение текущего или капитального ремонта сетей наружного освещения является ответственностью собственника. При этом организовать освещение придомовой территории многоквартирного дома возможно на средства субсидий, которые предоставляются из бюджета Перми. Прием заявок на субсидии ведется в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми ежегодно с 1 февраля до 1 мая. Это означает, что светлее и безопаснее станет только в том случае, если жители обратятся к совету дома, а тот поставит задачу компании, которая обслуживает здание. Татьяна Овсяникова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...